итак добрый день мы с вами напоминаю занимаемся простыми группами разговариваем немного про простые группы я напоминаю что абелевы простые простая группа это та у которой нету нормальных подгрупп кроме нее и тривиальный и единичный абелевы простые группы мы с вами это уже доказали это в точности zp не абелевы простые группы устроены гораздо более разнообразно вот мы с вами наверное сегодня приведем приведем с доказательствами пример двух простых групп и я скажу немножко по поводу того как устроена какая-то классификация которая возможно итак ну давайте мы с вами будем приводить примеры пример первый ну давайте я так спрошу как вы думаете для разгону s5 это группа простая почему нет проста ли группа s5 там есть подгруппа опять правильно в s5 есть подгруппа опять а вот опять уже будет простой и мы сейчас с вами это докажем давайте мы сначала докажем что простой простой группы является опять потом из этого выведем что на самом деле и все группы с больше и все а с большими индексами тоже просты для того чтобы это доказать нам нужна следующая лемма ну я напоминаю когда мы описываем нормальные подгруппы в какой-то группе мы помним что нормальная подгруппа это в точности подгруппы состоящие из классов сопряженности между с каждым элементом содержащие свой класс сопряженности и вот поэтому давайте мы с вами разберемся как устроены классы сопряженности в а5 потому что мы знаем как устроены класс сопряженности в с5 и даже в сн вот такая вот небольшая лемма и так пусть h это подгруппа в же индекса 2 и пусть а аж маленькая это какой-то элемент из аж большого тогда если централизатор этого элемента в группе h в группе же не совпадает с централизатором этого элемента в группе h напоминаю что централизатор это множество всех элементов группы g или h соответственно которые коммутируют аж маленьким и так если эти централизаторы не совпадают то тогда класс сопряженности этого элемента в же и в h совпадают иначе же если централизаторы совпали то тогда класс сопряженности в группе G в два раза больше, чем класс сопряженности в группе H. Для доказательства сначала заметим пару тривиальных вещей, точнее одну тривиальную вещь и одно соображение, которое мы с вами уже говорили. Во-первых, давайте мы заметим, что класс сопряженности в H, разумеется, содержится в классе сопряженности в G, потому что здесь мы просто сопрягаем большим количеством элементов. С другой стороны, класс сопряженности в H это орбита нашего элемента H, когда мы действуем группой H большое с сопряжениями. И поэтому это по стандартной формуле мощность того множества, нет, мощность той группы, которой мы действуем, делить на стабилизатор H, а это в точности централизатор его. Вот так вот. Ну и аналогичная формула, естественно, работает в группе G. Мы можем группой G действовать на себя сопряжениями и аналогично получить вот такую вот формулу. Ну, теперь давайте разбираться со случаями. Так, да, давайте я на всякий случай ограничу в нашей лемме, ограничу себя на конечные группы, хотя на самом деле для бесконечных групп это, естественно, тоже будет справедливо. Ну, просто чтобы иметь возможность писать вот эти вот формулы. Значит, теперь давайте мы предположим, что централизаторы не совпадают. То есть есть какой-то элемент, который лежит в централизаторе в группе G, но не лежит в централизаторе в группе H. Тогда давайте мы поймем, что это у нас такое. Значит, вот глядите, у нас группа G разбивается на два смежных класса по подгруппе H, и мы знаем, что это за два смежных класса. Это H большое и G H большое. Ну, а значит, подгруппа централизатор элемента H в группе G также разбивается на два смежных, на два множества. Значит, давайте я скажу, что это централизатор, пересеченный с H и централизатор, пересеченный с G H. Но обратите, пожалуйста, внимание, что вот эти вот два множества состоят в очевидной биекции. Если мы возьмем отсюда элемент X, мы можем ему сопоставить элемент GX отсюда. X лежал в централизаторе и в H большом. Если я его умножаю на элемент централизатора, то он остается в централизаторе. То есть GX действительно лежит и вот здесь вот, и вот здесь вот. Ну и обратное рассуждение тоже верно. Если я взял элемент GX здесь, то элемент X обязательно будет здесь. Значит, вот такое вот отображение это биекция между этими двумя множествами. Ну а теперь я могу продолжить и сказать, что централизатор в группе G элемента H, пересеченный с H, это, разумеется, централизатор H маленького в H большом. Потому что я взял все элементы, которые коммутируют с H в группе G и пересек их с H. Естественно, я получил все элементы группы H большого, которые коммутируют с H маленьким. Ну а поскольку здесь у нас есть биекция, то, значит, у меня получилась вот такая вот вещь. Вот H. Ну и мы с вами поняли, что централизатор в группе G в два раза больше, чем централизатор в группе H, он состоит из двух одинаковых по мощности множеств. Итак, значит, в нашем случае централизатор в G в два раза больше централизатора в H. Ну а значит, класс сопряженности в группе G вот мы его мощность написали. Мощность G это удвоенная мощность H. Мощность или порядок централизатора это удвоенный порядок централизатора в H. Двойки у нас сокращаются и получается, что это столько же, сколько в классе сопряженности H в группе H. Ну а раз один из них содержится в другом, то мы с вами и поняли, что эти классы сопряженности совпадают. Итак, первый случай у нас разобран. Ну а второй случай гораздо более простой. если же централизаторы совпадают, если в G нет других элементов коммутирующих H, кроме тех, которые находятся в H, да, то вот такая же строчка у нас сразу дает что сверху у нас написано 2 порядка H, а снизу у нас написан порядок централизаторов H. то есть вот такое вот у нас равенство получилось. Наша лемма доказана, ну и теперь мы готовы доказать теорему, найдя первую для нас неабелевую простую группу. Группа А5 проста. Так, давайте я сразу, раз уж я собираюсь доказать для всех N, давайте я и заявлю сразу, что я собираюсь доказать. Группы АН начиная с N равного 5 простым. Итак, будьте здоровы. Чтобы доказать, что группа А5 проста, давайте мы посмотрим на то, какие в ней действительно классы сопряженности и попробуем из них составить хоть какую-нибудь нормальную подгруппу. И с этой целью я сделаю вот что. Давайте я выпишу, какие у нас есть классы сопряженности в S5. И так, вот здесь вот я оставлю место на указание вот того самого элемента из лишнего централизатора. И в А5. Так, С, G от H без С, H от H. Такое вот я место оставлю. Давайте смотреть, какие у нас есть классы сопряженности элементов из А5, то есть четных перестановок в группе S5. Ну, во-первых, есть класс сопряженности нейтральный элемент, который, конечно же, останется и в А5. Давайте я здесь буду еще дописывать мощность класса сопряженности. Так, дальше. У нас есть класс сопряженности тройного цикла, и это все возможные тройные циклы. есть есть ли у тройного цикла элемент централизатора, который не лежит в А5? Есть ли какая-нибудь нечетная перестановка, которая коммутируется 1, 2, 3? Транспозиция 4, 5, правильно? У нас есть такая перестановка, и это значит, что по нашей лемме раз централизаторы не совпадают в наших двух группах, то как раз классы сопряженности совпадают. То есть у нас получается в А5 это по-прежнему множество всех тройных циклов. Так, давайте мы заодно посчитаем их количество. Значит, их количество 5 и 4 и 3, я могу и ЖК выбирать вот такими количествами способов, ну и на 3 я должен разделить, потому что каждый цикл я могу в таком виде записать тремя возможными способами, и ЖК, ЖКИ и так далее. То есть таких в этом классе сопряженности у нас получилось 20 элементов. Так, следующий класс сопряженности это все возможные произведения двух независимых транспозиций. Есть ли у такого произведения опять же таки нечетный элемент централизатора? Знаем ли мы какую-нибудь перестановку нечетную коммутирующую вот с этим вот произведением? Давайте я даже вот так напишу, да? 1, 2, 3, 4. Вот такая вот перестановка. Вот класс сопряженности вот такой перестановки. Конечно же есть. Это 1, 2. не обязательно брать перестановки тех элементов, которые не участвуют. Достаточно взять один из этих циклов. Правильно? 1, 2. Это нечетная перестановка, которая коммутируется. 1, 2, 3, 4. Поэтому и этот класс сопряженности у нас получается тоже одним классом сопряженности в А5. Ну и его мощность равна чему? И Ж я могу выбрать С из 5 по 20 способами, КЛ я могу выбрать как пару тремя способами из остальных трех элементов. Должен еще поделить это дело на 2, потому что я мог выбрать и Ж и КЛ, а мог выбрать сначала КЛ и потом и Ж. Каждое такое произведение я получил по 2 раза. И наконец в S5 есть еще класс сопряженности цикла длины 5. Это тоже четная перестановка. И вот тут давайте я сразу скажу, что здесь мы такого элемента в централизаторе не найдем. Мы его не найдем просто потому, что вот этот класс сопряженности содержит 24 элемента. Действительно, любой цикл длины 5 я могу записать единственным образом, начиная с единички. И тогда остальные элементы я могу выбрать четырьмя, тремя, двумя и одним способами. Правильно? Этот класс сопряженности содержит 24 элемента. Он не может быть одним классом сопряженности в А5, потому что 24 не делит порядок А5. А мощность класса сопряженности должна делить порядок группы. Это одна орбита. Поэтому это будет не один класс. Ну, а тогда Лемма нам говорит, что класс сопряженности любого элемента отсюда будет в два раза меньше. И значит, этот класс распадется ровно на два класса сопряженности в А5. Один из них будет 1, 2, 3, 4, 5. Другой класс сопряженности какого-то другого цикла, нам на самом деле не важно какого, но нетрудно понять, что это будет цикл, который получается из этого цикла сопряжением нечетной перестановкой, например, транспозиции. Поэтому я могу здесь написать 1, 2, 3, 5, 4. Ну и мы знаем уже из Леммы, что у этих классов сопряженностей у каждого из них будет двое меньше элементов. Здесь было 24, значит, здесь будет по 12. Все, сумма этих чисел уже равна 60. Мы с вами выписали все возможные классы сопряженности в группе А5. Ну и теперь осталось нам понять с вами, что сумма никаких из этих чисел не делит порядок А5, то есть не делит 60. Значит, если мы возьмем некоторые классы сопряженности, то мощность не только единичку, единичку-то мы взять обязаны, правильно, как нейтральный элемент, не только единичку и не все, мощность не может стать делителем мощности А5, то есть 60, но давайте мы это быстренько проверим. Если я к одноэлементному классу добавлю 20, то после этого я должен добавить не больше, чем 9, чтобы получился собственный делитель, не может стать собственным делителем, не может получиться собственный делитель 60, потому что до самого большого собственного делителя 60, до 30 остается всего 9, у нас таких классов нет, ну и 21 уже тоже конечно не работает. Ну а иначе я должен к единице добавить что-то кратное 3, а значит должно получиться что-то не кратное 3, то есть не больше 20, правильно? К единице я должен добавить что-то кратное 3, и получить что-то не больше 20. Если я добавлю любое из остальных чисел одно, то получится либо 16, либо 13, то есть не делитель 60, а если я добавлю два числа, то получится уже больше чем 20, и значит ничего не получится. Значит я не могу скомбинировать некоторые из этих классов, включая единичный, так, чтобы получился делитель 60, значит нормальные подгруппы здесь нетривиальной уже нет, потому что она бы состояла как раз из таких классов. значит опять проста. Замечательно, первый пример мы с вами привели, ну давайте мы его сразу обобщим и увидим, что проста не только опять, но и все начиная с нее. Ну давайте я здесь сделаю небольшое замечание. Почему мы начинаем с 5? А4 проста? Почему? Конечно, там есть В4, правда? Да, не равно. то есть А4 непроста. На самом деле группа А3 проста, но это потому, что она изоморф на Z3. То есть это неинтересная простая группа, она Апелева. А4 непроста, а вот дальше давайте мы с вами докажем, что все группы АН, начиная с Н равного 5, простые группы. Давайте мы докажем это дело индукции по Н. Мы сейчас увидим, что если у нас уже есть одна простая группа в этом ряду, то дальше нам будет уже легче. База при Н равном 5 это предыдущая теорема. И пусть теперь Н больше или равно 6. Итак, давайте мы рассмотрим какую-нибудь подгруппу Н в группе АН нормальную отличную от единичной. И давайте мы разделим наше рассуждение на два случая, в первом из которых мы как раз воспользуемся индукцией. случай первый, который вроде как покрывает на самом деле уже почти все. Давайте мы предположим, что в группе H есть перестановка с неподвижной точкой, не единичная перестановка. Пусть у нас есть в группе H какая-то сигма отличная от е, такая, что для некоторого и сигма от и равно и. Мы предполагаем, что n больше или равно 6, и для всех меньших мы уже доказали. Да, и хотим доказать, что n тоже проста, то есть мы сейчас рассмотрели эту нормальную подгруппу, она не единичная, и мы собираемся понять, что она тогда будет всей n. Итак, значит, пусть у нас есть в H не единичная перестановка с неподвижной точкой. разумеется, можно считать, что i это n, ну, просто перенумеровав индексы. То есть, сигма от n равно n, ну, а значит, наша перестановка сигма лежит в подгруппе a n-1. Давайте посмотрим на все четные перестановки первых n-1 элементов, то есть, те, которые n оставляют на месте. Тогда давайте я возьму подгруппу L H, пересеченную с a n-1. глядите, я взял нормальную подгруппу в a n, пересек ее с a n-1, разумеется, я получу нормальную подгруппу в a n-1. Ну, просто потому, что если мы h будем сопрягать каким-то элементом отсюда, то мы получим тоже h, если мы n-1 будем сопрягать отсюда, то, естественно, получим n-1. Значит, сопряжение отсюда не выводит. Сопряжение элементами из a n-1. Итак, мы нашли с вами нормальную подгруппу в a n-1, причем эта подгруппа нетривиальна, потому что в ней лежит наша сигма. По предположению индукции, раз уж у нас появилась такая подгруппа, то L совпадает с a n-1. то есть наша подгруппа h, она же содержит L, она содержит уже все n-1. Ну, тогда уже должно быть более-менее очевидно, что наша подгруппа h совпадает со всей группой n, хотя бы потому, что она содержит тройной цикл, да, вот так вот, она содержит тройной цикл, значит, она содержит его класс сопряженности, а класс сопряженности это все тройные циклы. Это ровно то же рассуждение, что мы с вами уже проводили. Конечно же, тут у нас та же самая ситуация. Значит, этот класс сопряженности это все тройные циклы, ну, а значит, и подгруппа, порожденная им, тоже содержится в h, а это вся n, извините, да, конечно же, а это вся n, тройные циклы порождают всю группу n. Итак, в нашем случае h это n. Мы выяснили, что действительно другой подгруппы вот такой вот нет. Ну, нам осталось разобраться со вторым случаем, когда такой перестановки нет. Ну, и давайте мы выясним, что в таком случае h все-таки должна была быть единичной. итак, давайте мы сделаем следующую вещь. Возьмем произвольную неединичную перестановку из h. У нее нет неподвижных точек. Ну, пусть для определенности она переводит единичку в двойку. теперь у нее нет неподвижных точек, поэтому мы с вами знаем, что давайте вот мы выберем i и g такие, что сигма от i это g и g отлично от единички и двойки. У нас наша сигма каждый элемент переводит в какой-то другой, не совпадающий с ним, раз у нее нет неподвижных точек. Ну, и нам достаточно выбрать прообраз в качестве i прообраз любого элемента отличного от единички и двойки. Правильно? Так, наконец, выберем k и l отличные от 1, 2, i и g. Отличные. Вот, я говорю, что мы сейчас с вами придумаем хорошую перестановку. Давайте я возьму в качестве тау сигму, сопряженную при помощи цикла g k l. Ну, то есть g l k на сигма на g k l. Здесь я написал g k l в минус первый. Правильно, конечно же. Давайте смотреть, как действует тау. поскольку g, k и l все отличные от единички и двойки, единицу тау по-прежнему переводят в двойку. Поскольку g, k, l и g, l, k не меняют ни единички, ни двойки. А вот i наша перестановка тау уже переводит не в g. Почему? g, k, l i не меняет, потому что g, k, l все отличные от i. Сигма переводит i в g, а дальше цикл g, l, k переводит g в l. Итого тау от i получается равно l. Но это уже приводит нас к требуемому противоречию. Значит, глядите, тау у нас, я же не зря ее взял, она, конечно же, лежит в h, потому что h нормальная подгруппа. Мы запрягли элемент подгруппы чем-то, значит, получили тоже элемент подгруппы. Ну и, наконец, давайте я возьму в качестве обозначу через ρ σ на тау в минус первой. Тогда что такое ρ от двух? Тау в минус первой двойку переводит в единицу, σ переводит единицу в двойку. И это значит, что ρ от двух равно двум. Так, да, я забыл сказать, конечно же, ρ тоже лежит в h. ρ от двух равно двум, а ρ от l, давайте смотреть, тау в минус первой l переводит в i, σ и переводит в g. Что же мы получили? ρ не тождественная перестановка, потому что она l переводит в g. ρ лежит в h и ρ обладает неподвижной точкой. Противоречие. Итак, давайте смотреть на всякий случай еще раз, что мы сделали. Мы взяли произвольную нормальную подгруппу в a n. Если у нее есть перестановка с неподвижной точкой, то мы применили предположение индукции и поняли, что она вся a n, если не e. и выяснили, что нормальной подгруппы без таких перестановок у нас просто нету. Ну, кроме подгруппы, содержащей только e. Значит, мы с вами поняли, что в a n нормальных подгрупп только e и a n, то есть a n проста. Значит, наша теорема завершена. Мы с вами предъявили уже целую серию групп, целую серию конечных групп, которые являются простыми. Эта серия не единственная. Давайте я в качестве замечания приведу еще одну серию уже без доказательства. Значит, пусть f это поле, k больше или равно двух это натуральное число. давайте мы рассмотрим вот какую группу. Она называется проективной специальной группой, проективной специальной линейной группой над полем f. Это slk f ф факторизованная по своему центру. slk от f не всегда простая, потому что у нее бывает нетривиальный центр. я не буду делать тайны из этого центра. На самом деле центр здесь, конечно, понятен. Центр gln состоит из всех скалярных матриц, диагональных матриц со впадающими элементами. Центр sln состоит просто из тех скалярных матриц, которые попадают в sln или в slk. Они для разных полей разные, потому что нам нужно, чтобы определить ли этой матрице был равен единице, то есть здесь на самом деле вот какие матрицы написаны. Здесь написано α умножить на e, где α из нашего поля и α в к это единица. Мы на диагонали должны поставить все корни ката и степени из единицы, которые содержатся в нашем поле. Этот центр немножко зависит от f. При некоторых f он и сам по себе тривиален, но вот общее определение такое. Так вот, эта группа на самом деле проста. Почти всегда. а именно говорю когда. Эта группа проста, если выполнена хотя бы одно из двух условий. Либо пуля содержит хотя бы четыре элемента, либо k хотя бы три. то есть вот это вот еще один пример о бесконечной серии конечных простых групп. Давайте я для интереса сразу оставлю упражнение, которое ну как бы чуть покажет, почему все не так в маленьких случаях упражнение. Если вы возьмете PSL2 от Z2, то у вас получится группа PS3. Она непростая естественно. Если вы возьмете PSL2 от Z3, у вас получится группа A4. Желающие могут это доказать, а я заодно оставлю еще одно замечание. Тут бывают такие очень интересные вещи, иногда различные серии пересекаются. Случаи такие редки, но они бывают. В качестве еще одного замечания давайте я сразу скажу, что PSL2 от F4, F4 это не Z4, это поле из четырех элементов, напоминаю. Мы с вами в свое время доказывали, что оно есть, оно на самом деле единственное с точностью изоморфизма и PSL2 от Z5 оказываются изоморфными и обе они изоморфные опять. Так, ну давайте я вот на осознание этого оставлю перерыв. После перерыва я скажу еще немного слов про конечные простые группы и чуть-чуть еще поговорим про бесконечные. Заметьте пока что, что вот это вот утверждение, оно верно и для конечного и для бесконечного полей, так что мы здесь приводим примеры как конечных простых групп, так и бесконечных тоже. Для бесконечных полей это тоже правда. Перерыв. Если есть вопросы, то стоит их задавать. Давайте продолжим. Уж коль скоро я начал говорить про другие конечные простые группы. Давайте я сразу скажу о статусе, о полном статусе вот всего этого вопроса. На данный момент классификация конечных простых групп, значит у нас много замечаний. Классификация конечных простых групп, я бы сказал вроде как завершена. Почему вроде как? Математическое сообщество уверено в том, что она завершена, но вот это полное доказательство всей этой классификации пока что не собрано в одном месте. Оно разбросано по десяткам, если не сотням статей, занимает очень много страниц, ведутся работы потому, чтобы это доказательство упорядочить и сделать более компактным. классификация эта выглядит достаточно сложно, а именно кроме вот тех двух бесконечных серий, которые я сейчас уже предъявил, есть еще несколько серий бесконечных, а кроме них есть еще некоторое количество так называемых спорадических конечных простых групп, которые в эти серии не укладываются. Их количество конечно, оно больше двадцати. И каждую из этих групп тоже нужно отдельно построить, выяснить, что она проста. Ну и самая тяжелая часть классификации разумеется, выяснить, что кроме них-то ничего и нет. Вот. Ну в общем вот работы по деланию этого текста воспринимабельным пока что ведутся. В любом случае этот текст коротким не будет. конечные простые группы устроены достаточно сложно. Но это действительно те кирпичики, из которых все складывается. И как следствие просто конечные группы это объект достаточно сложный. естественно. Так, давайте я сразу пока мы не перешли к бесконечным группам скажу еще одно общее простое соображение. Давайте мы его даже в качестве утверждения оформим. если же это не абелева простая группа то ее коммутант разумеется совпадает с ней. это происходит потому что коммутант во-первых нормален а во-вторых отличен от единицы. Нормален он всегда отличен от единицы поскольку группа наша не абелева. Ну а тогда если группа простая то остается всего одна возможность. ну и как следствие при n больше или равном 5 группы a n ну и тем более группы sn неразрешимы. Если мы будем брать коммутанты последовательные коммутанты от группы a n то мы всегда будем получать a n собственно говоря вот опять же связь о которой мы сейчас подробно говорить не будем но вот именно неразрешимость группы a5 или группы s5 ведет к неразрешимости уравнения общего уравнения пятой степени в радикалах. вот ну и в заключении разговора о простых группах давайте я приведу еще один пример уже бесконечной простой группы я несколько примеров без доказательства приведет приводил ну давайте вот мы увидим что бесконечные простые группы вылезают из разных соображений еще одна теорема я привожу еще один пример простой группы это группа s o3 значит напоминаю что o3 это у нас была группа всех ортогональных матриц 3 на 3 над пулем r разумеется группа s o3 это естественно подгруппа в ней состоящая из всех матриц с определителем единица ну определитель ортогональной матрицы всегда равен плюс-минус единице поэтому это по сути дела подгруппа в o3 индекса 2 второй класс там состоит из всех матриц с определителем минус единицы в качестве замечания прежде чем доказывать теорему давайте я поговорю про то какой вид имеют эти элементы значит группа s o3 еще называется ну и s o n будет точно так же значит трехмерной группой вращений потому что несложно показать что каждая матрица в s o3 мы можем подобрать такую ортогональную замену базиса давайте я даже сразу так и скажу существует s существует матрица s из s o3 тоже такая что s минус первые а s имеет следующий вид здесь стоит единичка а здесь стоит двумерная матрица поворота косинус альфа минус синус альфа синус альфа косинус альфа просто если разобраться с тем что нам говорит классификация ортогональных операторов мы в свое время приводили их к такому вот каноническому виду несложно понять из этой классификации что у нас всегда будет вот такая вот ситуация то есть что это означает это означает что любой элемент из s o3 если мы его рассмотрим как матрицу ортогонального оператора этот оператор будет просто вращением вокруг некоторой оси задаваемой в этом базисе первым базисным вектором так что это действительно группа вращений так ну теперь вот этот факт мы на самом деле будем использовать я его оставляю в качестве несложного упражнения итак теперь давайте доказывать теорему ну опять же таки давайте мы рассмотрим какую-нибудь неединичную нормальную подгруппу в s o3 ну и давайте рассмотрим какой-нибудь неединичный элемент в ней и пусть это вращение на угол альфа что это означает мы поскольку h нормальная подгруппа то мы можем вот этот вот элемент g сопрягать всеми возможными элементами s o3 и тоже получать элемент нашей группы правильно тогда h содержит класс сопряженности элемента в группе s o3 а этот класс сопряженности состоит из всех вращений на угол альфа давайте мы поймем почему это так даже двумя способами во первых все вращения на угол альфа это что такое это как раз все матрицы вот такого вот вида которые в некотором базисе записываются вот этой вот матрицей правильно вот нужным подбором базиса мы этого добьемся но это как раз и означает вот здесь у нас написано что все эти матрицы сопряжены в группе s o3 вот такой вот матрица то есть они все лежат в одном классе сопряженности это рассуждение алгебраическое я могу привести также для интересу и геометрическое рассуждение давайте мы внимательно посмотрим на наше вращение вот давайте я нарисую ось l наше вращение это вращение вокруг нее на угол альфа это вот наш элемент g а теперь нас интересует что такое элемент g в степени x то есть x в минус первой на g на x что она делает мы сначала с нашим пространством делаем преобразование x затем применяем вращение а затем делаем обратное преобразование x минус первой это означает что на самом деле вот если я возьму ось x минус первый от l то куда переводит ось l преобразование x минус первой то что у нас произойдет сначала мы применяем x эта ось перешла в l затем мы повернули все пространство на угол альфа вокруг этой l а затем вернули все обратно то есть это будет вращение на угол альфа вокруг прямой x минус прямой x минус 1 от l вот это вот у нас на самом деле такое вращение у нас выполняет преобразование живых струй ну и знаете чтобы получить нужное вращение нам нужно просто ось l перевести в ту ось вокруг которой мы хотим вращать геометрическая суть этого рассуждения такова ну замечательно значит в нашей группе содержится все вращения на угол альфа давайте теперь ну и все сопряженные к g элементы это ровно вращение на угол альфа давайте теперь рассмотрим какой-нибудь какую-нибудь ось другую скажем m и пусть h это вращение давайте я даже так скажу пусть h от бета я обозначу вот такой вот переменный элемент это вращение вокруг m на угол бета давайте давайте мы подберем m так что скажем h от бета не коммутирует с нашим элементом g ну при некотором бета 0 нетрудно понять что центр нашей группы s3 тривиален поэтому если я взял элемент g то он хоть с кем-нибудь да не коммутирует ну это можно понять и из алгебраических и из геометрических соображений ну просто вот для этой матрицы можно подобрать какую-нибудь которая с ней не коммутирует например поворот в плоскости первых двух координат значит замечательно это означает что если я g сопрягу элементом h от бета 0 то я получу ниже а теперь я делаю следующий хитрый финт ушами давайте мы рассмотрим вот какой элемент я совершаю преобразование g а затем g в степени h от бета в минус 1 тогда разумеется f от бета 0 это не единичка мы специально так подобрали правильно мы специально так бета 0 подобрали чтобы f от бета 0 было бы не единичкой ну и значит это вращение на некоторый угол мю с другой стороны если я посмотрю на f от 0 h от 0 это вращение на нулевой угол вокруг какой-то там прямой h от 0 это тождественное преобразование f от 0 это будет е ну и наконец элементы f от бета непрерывно зависят от бета элементы f от бета непрерывно зависят от бета почему потому что элементы матрицы h от бета непрерывно зависят от бета элементы h от бета в минус 1 тоже потому что обратная кортогональная матрица это просто ее транспонированное ну и произведение естественно тоже будет непрерывным А тогда, внимание, и угол поворота элемента f от β также зависит от β непрерывно. Так, ну давайте я угол μ всегда обозначу, скажу, что он будет меньше или равен π. Почему угол поворота элемента f от β также зависит от β непрерывно? Потому что он непрерывно зависит от элементов этой матрицы. Напоминаю, у нас в прошлом семестре даже было такое упражнение. Вам дана ортогональная матрица, нужно вычислить поворот, на какой угол она организует. Правильно? И решалась она соображением инвариантности следа. След матрицы f от β это 1 плюс 2 косинус α. Правильно? Где α это угол поворота. Поэтому косинус α зависит от элементов этой матрицы непрерывно, значит и сам угол зависит непрерывно. Тогда f от β, вот все такие элементы при β от 0 до β 0, Реализуют повороты на все углы в отрезке от 0 до μ. Потому что сначала был поворот на угол 0, а потом стал поворот на угол μ. Из соображений непрерывности. Но элементы f от β давайте смотреть. g лежит в нашей подгруппе, сопряженный к g лежит в нашей подгруппе, поэтому все элементы f от β лежат в h. Напоминаю еще раз наше исходное соображение. Если в h лежит какой-то поворот на некоторый угол, то там лежат все повороты на этот некоторый угол. Ну и все, значит в h лежат все повороты на такие углы. Потому что сопряжениями мы их получим. Ну а раз уж у нас реализуются все повороты на углы от 0 до μ, то у нас реализуются и все повороты на произвольные углы. Потому что совершив два раза такой поворот, мы уже получим любой поворот от 0 до 2 μ, правильно? Совершив три раза от 0 до 3 μ и так далее. Следовательно, и вообще все углы. Вообще на все углы. Все, мы поняли, что подгруппа h совпадает со всей SO3, потому что в ней содержатся все возможные вращения. Таким образом, наша теорема доказана. Ну и вот опять же таким, значит разумеется, кроме, ну разумеется, SO3 это только пример. Группы S, O, N часто оказываются простыми, хотя не всегда, например, SO4 непроста. Здесь тоже бывают важные и интересные исключения. И известно еще несколько классов бесконечных простых групп. Но, разумеется, описание всех бесконечных простых групп нереалистично. Их должно быть слишком много. Вот. Ну что ж, наверное, это все, что хотелось сказать сейчас про простые группы. Вот я как бы небольшое введение в этот мир устроил. Мне кажется, что я, ну, я в данном случае попытался показать, насколько там все может быть сложно и с другой стороны интересно. Если есть вопросы по этой части, то задавайте, потому что мы сейчас переходим к следующему вопросу. Давайте я, может быть, минутку подожду. Вопросов не вижу, вопросов не слышу. Не слышу? Не слышу. Так. Давайте тогда двигаться дальше. Значит, наш следующий раздел. Давайте я сразу обе темы напишу. Они очень связаны друг с другом. Свободные группы. Задание группы. И задание группы. Образующими и соотношениями. Давайте я сначала чуть-чуть скажу о том, что мы с вами... Какая у нас цель, чего мы с вами хотим добиться. Вот очень часто, особенно в приложениях теории групп, выясняется, что вы знаете про группу нечто следующее, что у вас группа G порождена какими-то элементами, G1 и так далее, G, и вы знаете, какие-то соотношения между ними, то есть вы можете написать какие-то формулы, которые их связывают. Например, если вы хотите написать, что G1 и G2 коммутируют друг с другом, то вы можете написать там, что G1, G2 равно G2, G1. Впрочем, такое соотношение вы всегда можете, ну, соотношение вот такого вот вида, вы всегда можете переписать, перенеся все в левую часть. Ну, в данном случае, например, получится, что коммутатор G1 и G2 равен E. Любое такое соотношение вы, естественно, можете перевести в соотношение какое-то выражение от наших элементов равно E. И возникает вопрос, а насколько сильную информацию дают соотношение вот такого или какого-то похожего вида. Что вы можете сказать про группу, если вы знаете только это? Иногда даже получается доказать, что кроме этих соотношений других на эти элементы, других не вытекающих из них на эти элементы нету. То есть вот возникает вопрос, как бы нам придумать группу, которая повреждена вот этими вот элементами, в которой между этими элементами выполняется какой-то набор соотношений и никаких других соотношений, не вытекающих из этих, нету. И вот на этот вопрос мы как раз сейчас и будем отвечать во второй части, когда мы будем говорить про задания группы, как раз вот это и означает образующими и соотношениями между ними. Но перед тем, как это сделать, перед тем, как вообще мы сможем сказать, что такая самая большая группа есть, нам нужно разобрать важный частный случай. И этот важный частный случай это случай свободных групп, когда никаких соотношений нет вообще. И вот мы с них и начнем. Ну вот на другом языке, чуть-чуть, хотя очень схожем, что такое свободная группа, можно объяснить так. Вот если у вас есть группа, порожденная какими-то n элементами, вы можете попытаться задать гомоморфизм из G в H, сказав, куда переходят эти самые элементы. Ну и если группа G порождается вот этими вот элементами G1 и так далее, Gn, то вот такие условия задают гомоморфизм не более чем однозначно. То есть если вы написали вот такие вот соотношения, если вы сказали, куда при гомоморфизме переходят наши элементы G1 и так далее, Gn, вы сможете вычислить, куда перейдет любой другой элемент группы G, поскольку он через G и T выражается. Но может случиться так, что такого гомоморфизма не существует. И вот свободная группа это как раз такая группа G, для которой такие гомоморфизмы найдутся всегда. И вот я пишу определение, которое может показаться страшным, но которое выражает вот ровно ту идеологию, которую я сказал. Значит, пусть Fn это группа порожденная n элементами, которые я обозначу F1 и так далее, Fn маленькие. Значит, тогда эта группа называется свободной группой со свободными образующими F1 и так далее, Fn. Нам важно сказать не просто то, что эта группа свободная, а кто у нее свободные образующие, кто такие вот эти порождающие, для которых будет верно следующее замечательное свойство. Если выполняется следующий факт, для любой группы G и для любых n элементов этой группы существует гомоморфизм из нашей группы в G, который как раз вот эти вот свободные образующие переводят наши элементы G и T. Такой, что F от F это G при от 1 до n. Итак, какова бы ни была группа G и какие бы n элементов мы там не выбрали, неважно различные или неразличные, может быть некоторые из G совпадают, мы вот такой вот гомоморфизм всегда сможем задать. Ну, по сути дела это очень на самом деле похоже на то есть элементы F1 и так далее Fn в некотором смысле очень похожи на базис в линейном пространстве, правильно? Мы линейное отображение на базисе умеем задавать в точности однозначно и вот значит в этой группе элементы F1 и так далее Fn играют роль такого базиса. Вот. Это все очень здорово, только из этого определения никоим образом так, давайте я сначала сделаю замечание небольшое. Замечание. Если мы говорим про такой гомоморфизм, нам говорят, что он существует. Такой гомоморфизм разумеется единственен. потому что раз уж группа Fn порождена этими элементами и мы определяем гомоморфизм на них, то мы определяем и на всех элементах, которые через них выражаются. Так что такой гомоморфизм будет единственным. Вот. Только из этого определения, к сожалению, не следует, что такая группа вообще существует. И вот давайте мы начнем разговор с того, что такую группу свободную явным образом построена. Так, наверное, еще одно замечание стоит сказать. Аналогичным образом определяются, конечно же, и свободные группы с бесконечным количеством свободных образующих. ну, точнее, для каждой мощности множества свободных образующих у нас определяется группа. И на самом деле, та конструкция, которую мы сейчас предъявим, она будет работать и в том случае, но вот как бы для большей ясности, наверное, мы ограничимся конечным количеством свободных образующих. Итак, я собираюсь построить конструкцию свободной группы. Давайте это у нас будет вот что такое. Значит, элементы fn это будут просто слова в алфавике из наших n-букв f1 и так далее fn и формальных обратных к ним. То есть, мы вводим такие 2n различных букв. Такие слова нам не годятся. Ну, значит, давайте я объясню идеологию, которая за этим опять же таки стоит. Идеология очень простая. Если мы хотим, чтобы на вот эти вот буковки f1 и так далее, fn не было никаких соотношений, то, видимо, любое произведение этих буковок должно быть отдельным элементом. Правильно? Поэтому мы их и обозначаем. То есть, мы и говорим, что у нас элементы это произвольные слова. Но на самом деле я сказал не совсем правду. Про некоторые из таких слов мы знаем, что они будут совпадать. Если в слове будет рядом стоять f1 и f1 в минус 1, два взаимнообратных элемента, мы их явно можем сократить. Правильно? И вот поэтому давайте мы сейчас скажем, что это слова в этом алфавите, в которых взаимнообратные буквы не стоят рядом. то есть f и t и f и t в минус 1 вот такие вот вхождения у нас запрещены, но и наоборот. f и t в минус 1 f и t f1 на f2 в минус 1 разумеется вполне возможно. Они не обратны друг другу. Обратны друг другу только соответствующие буквы. Итак, это у нас будет множество элементов нашей группы. Давайте понимать, как устроить операцию. если я хочу взять два слова из нашей fn, то чтобы их перемножить, я их должен просто приписать друг другу. только может возникнуть проблема. Да, у нас на стыке здесь могут организоваться как раз пара противоположных букв, правильно, пара взаимно обратных букв, и это единственное место, где они могут возникнуть. Поэтому я должен, во-первых, приписать одно слово к другому, осуществить конкратенацию, а затем я должен это слово редуцировать. То есть на стыке наших двух слов мы удаляем пары взаимно обратных букв. обратите пожалуйста внимание, это удаление может произойти, может происходить достаточно долго. я удалял одну пару взаимно обратных букв, следующие буквы пришли, которые тоже могут оказаться взаимно обратными, правильно, их я тоже должен удалить и до тех пор, пока у нас не закончится. Это все дело. Ну и вот я утверждаю, что давайте я сформулирую теорему, может быть я не докажу самого главного. теорема построена свободная группа. Ну разумеется со свободными образующими F1 и так далее Fn. Давайте мы сегодня успеем доказать пару легких вещей, а сложные отложим на начало следующей лекции. Итак, давайте проверять сначала группа ли это? Какой у нас будет нейтральный элемент? пустое слово разумеется которое обозначается чаще всего через лямбду, правильно? Пустое слово. Если я его припишу к какому угодно слову, то естественно у нас никаких сокращений не получится, правильно? И то слово останется на месте. Если я F1 в степени альфа 1 и так далее F и ката в степени альфа ката если я взял какое-нибудь наше слово альфа это плюс минус единицы и хочу его обратить, то естественно я должен написать F и ката в степени минус альфа ката и так далее F и первая в степени минус альфа 1. Если я припишу эти два слова друг другу и начну сокращать, то у меня сократятся просто все буквы, правильные останется пустое слово, то есть нейтральные. Если я их припишу в обратном порядке произойдет точно то же самое. Поэтому обратный элемент у нас есть. И это были два легких пункта. А более интересный пункт правда ли что определенное нами умножение ассоциативно? Мы с вами еще не проверили ассоциативность этой операции. давайте я скажу почему она нетривиальна. нужно с вами проверить ой аб умножить на с это а умножить на б с нам нужно проверить вот такое вот равенство и формально здесь написаны немножко разные вещи потому что когда я совершаю вот эту операцию я сначала сокращаю элементы на стыке а и б это может произойти долго а потом уже то что осталось с правда а когда я провожу вот эту операцию я сначала сокращаю элементы на стыке б и с а потом уже сокращаю то что осталось а поэтому это действительно нужно проверять и вот этим мы займемся с этого мы начнем наш следующий раз а на сегодня пока что все